Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать про самые актуальные карты, на которых мы с вами сегодня пойдем и получим классные бесплатные вещи в безлимитном количестве. Видео будет интересным, поэтому заранее ставим лайк, подписываемся на канал, если вы смотрите меня без подписки, ну и конечно же не забывайте вступать в мой телеграмм, там я каждый день публикую промокоды на наши АФК игры, ну и не только. Ну что ж, ребятушки, поехали! Все еще не знаешь, где можно выгодно задонатить? Гемчикшоп поможет тебе в этом. Это большой магазин в телеграмм, который специализируется на продаже игровой валюты в различных играх, начиная с Роблокса и Бравл Старс, заканчивая Зипета. Большой ассортимент товаров по выгодным ценам, множество отзывов от довольных покупателей и собственный чат с обратной связью, где ты можешь задать любой интересующий тебя вопрос. Выбирай нужный тебе товар и пиши продавцу. Успевай задонатить еще выгодней. Ссылку на их магазин я оставила в закрепленном комментарии. Ну что ж, ребят, и в первую очередь мы с вами зайдем вот в эту игру. Смотрите название, пишите точно так же, как у меня в поиске. Сейчас я вам даже покажу обложку этой игры, чтобы вы точно ее не перебутали. Вот так вот она выглядит. Мы с вами получим здесь одну классную бесплатную вещь. Давайте зайдем, покажу вам туториал. Так, ребят, смотрите, мы с вами прогружаемся вот в этом коридоре. И мы с вами заходим конкретно вот в эти ворота, где написано комьюнити. Бежим. Так, ну и теперь, ребята, мы с вами должны подбежать вот к этому человечку. Вот здесь он у нас с вами находится. И мы с вами сейчас давайте возьмем у него задание. Нам нужно будет с вами накопить вот эти коины. Сейчас у меня, как видите, ноль, а должно быть минимум где-то 10. Так, ну что ж, давайте мы с ним с вами поговорим. Он нам, короче, говорит, что мы с вами должны сейчас будем контролировать трафик машин. Для этого мы с вами нажимаем вот сюда. Затем, ребята, где красная стрелочка, нажимаем сюда. Нажимаем сюда. И сейчас у нас начнется задание. Замечательно, ребята, смотрите, я заработала за одну миссию 5 монет. Давайте сейчас мы с вами еще у него снова возьмем задание и выполним его еще один-два раза. Так, ребят, ну что ж, мы с вами выполнили еще одно задание. И мне дали 7 монет. Так, давайте сейчас еще раз выполним. Ребята, кстати, что касается этого задания, если честно, я его не особо поняла. Просто главное тыкать по вот этим стрелочкам туда-сюда. Главное, чтобы сейчас ее увидите. Вон, смотрите, у нас такие 3 рычажка. И мы с вами должны, так скажем, регулировать наш светофор. А как регулировать, фиг его знает. Просто тыкайте на рандом куда-нибудь. И рано или поздно задание закончится, и вам все равно за это дадут монетки. Так, ну что ж, ребят, смотрите, я заработала за 3 игры 14 монет. Это довольно-таки много, не знаю, как так получилось. Так, ну а теперь, ребят, мы с вами возвращаемся в наше лобби, где мы, собственно, и зашли в этот раздел. Так, сейчас я телепортнусь. Ну и замечательно. Теперь, ребят, мы с вами должны подойти вот к этому автомату, где у нас находятся такие вот питомцы. Сейчас мы, ребят, одного из них купим за 8 токенов. Давайте, пускай это у нас будет, не знаю, вот этот вот. И, как только мы сейчас, ребят, его купим, мы получили себе в инвентарь эту бесплатную вещь. Идемте, я вам ее покажу. Эти с нас монетки списались. Ну, точнее, наши токены. И вот, ребят, смотрите, мы с вами получили такую классную черную кепку. Сейчас покажу поближе. Ну и вот так вот, ребята, эта кепочка смотрится на мне поближе. Очень здорово смотрится, качественно выполнена. Для вашего какого-нибудь темного скина или не только, она хорошо подойдет. Но имейте в виду, что с волосами объемными она выглядит вот так вот. Ну и следующая игра, которая, ребята, нам с вами нужна, называется вот так вот, Robloxian High School. Ссылочки, ребята, на эти игры я оставлю в описании к этому видео. Здесь мы с вами получим 3 классные бесплатные вещи. Идемте, покажу туториал. И все, ребят, как только мы с вами прогрузились в этой игре, бежим вот сюда вот. Затем, ребята, мы с вами поворачиваем вот к этому кабинету. И нам нужно с вами сесть за вот этот первый компьютер. Теперь, ребята, нам нужно с вами дождаться одного очень интересного момента. И вот, ребята, смотрите, как только мы с вами дождались. Забираем этот ключ и теперь бежим с вами вот в эту дверь. Затем, ребята, этот ключ нам поможет открыть вот эту секретную дверь. И мы с вами спускаемся ниже. И все, как только с вами спустились, видим вот такой вот прикольный портал. Бежим в него. И все, ребята, этот портал нас телепортировал вот в такое обе. Здесь мы с вами должны его полностью пройти для того, чтобы получить наши 3 бесплатные вещи. И сразу же хочу предупредить то, что если вы хоть один раз упадете на каком-то из этапов этого обе, вам придется начинать все сначала. То есть никаких, знаете, сохранений, мест сохранений тут нет. Я попыталась пройти, но поняла, что это обе не для меня, потому что я вообще не умею играть в них. Но если, ребята, вы хорошо специализируетесь на Тавер оф Хелл и вы супер про, то у вас получится пройти до конца это обе. Оно в целом не такое уж и сложное. И сейчас, ребята, я вам покажу те вещи, которые будут вас ждать, когда вы полностью закончите его и соберете свой приз. А именно, ребята, это вот такое вот ожерелье оранжевого цвета и вот такой вот костюм вверх и низ. Чуть попозже я вам сейчас покажу, как он будет выглядеть на вас. Но пока мы переходим с вами к последней карте и к последнему туториалу. Roblox Community Space, ребят, это та самая игра. Заходим, ребят, именно в нее разработчик Roblox Arena Events. Ну а теперь, ребят, как только мы прогрузились в этой игре, здесь задание очень простое. По всей карте разбросаны 4 логотипа Roblox. Мы с вами должны их найти и собрать. Ну что ж, бежите за мной. Ну и последний, ребят, логотип у нас находился вот здесь. И, как видите, как только мы собрали их, получили беджик в инвентарь. Идемте покажу. Кстати, ребят, в прошлом туториале я показывала вам, как получили этот костюм. И выглядит он, кстати, вот так вот на мальчике. Очень здорово смотрится. Поэтому тоже пройдите эту игру. Может, у вас получится это сделать, в отличие от меня. Я потому что совсем не шарю за паркур, и я бы это проходила в вечность. Ну а вот так вот, ребят, он смотрится. Выглядит очень прикольно. И вот такую вот прикольную черную кепочку в виде абсолютно за 0 робоксов мы с вами получили. Давайте я вам ее покажу на себе. Ну и на мне она смотрится вот так вот. Выглядит очень стильно и лаконично. Поэтому всем советую получить. Тем более сделать это очень легко и просто. Супер. И последняя игра, про которую я хочу вам сегодня рассказать. В ней мы с вами можем получить большое количество классных бесплатных вещей. Называется вот так вот. Чипотле бурита бургер. Билдер, извините. Ну что ж, заходим в эту игру. Показываю вам туториал. И смотрите, ребят, как только мы с вами прогрузились в этой игре, бежим вот в это здание. Здесь, ребята, смотрите, наша с вами сейчас задача зайти вот сюда вот на кухню и пройти вот в эту дверку. Здесь у нас находится такой секретный портал, в котором мы с вами телепортируемся. И сейчас окажемся вот в такой вот локации. Здесь нам нужно с вами сейчас бежать вот сюда. Бежим за мной. И теперь, ребята, мы с вами должны поговорить вот с этим скелетом. Он, так скажем, нам с вами даст задание для того, чтобы мы с вами получили нашу первую бесплатную вещь. Мы нажимаем на play. И все, нас с вами сейчас перебросит вот в этот лабиринт. И смотрите, ребят, как только я с вами здесь оказалась, наша с вами сейчас задача это пройти наш лабиринт и найти все порталы. Здесь вот на экране они показаны, где они находятся, чтобы нам с вами дали лимиточку. Сейчас пока что просто следуем за мной и бежим, куда я вам покажу. Вот, видите, смотрите. Нам тут с вами периодически дают посмотреть на нашу карту, где мы находимся. И вот, ребят, смотрите, мы с вами пришли к нашему первому порталу. Точнее, к нашей контрольной точке. Теперь, ребята, сейчас нам нужно с вами прибежать к следующему порталу. Опасайтесь вот этих ведьмочек. Они хоть и медленно летают, но могут вас телепортировать снова обратно на место. Поэтому убегайте от них. Все, ребят, смотрите, следующий портал мы с вами достигли. И теперь бежим в следующем направлении. Все, ребят, смотрите, теперь нам нужно с вами поговорить вот с этим скелетоном. И мы с вами получаем нашу шапочку к себе в инвентарь. То есть, получается, особо-то ей не нужно было ничего проходить. Нужно всего лишь было зайти в два портала, которые автоматически появляются рядом с вами. То есть, игра в целом довольно-таки вообще несложная. Давайте сейчас покажу на себе эту шляпку. Ну и вот, мы ее с вами получили к себе в аватар, хотел сказать, в инвентарь. И сейчас я вам на себе ее покажу. Наверное, из-за моей копной волос ее не особо будет сильно видно. Хотя, нет, слушайте, довольно-таки неплохо смотрится, как вам пишите. Для вашего образа, я думаю, эта шапочка будет довольно-таки стильным аксессуаром и дополнением. Очень интересно выглядит. Ну и это еще не все. Мы с вами снова сейчас зайдем в эту игру и сыграем следующее задание, следующий челлендж. И тогда мы уже получим с вами гораздо больше бесплатных вещей. Снова бежим в этом же направлении. Вот сюда, вот в кафешку. Давайте тут мы с вами закроем. И сейчас наша с вами задача, это поговорить вот с этим чуваком-официантом. Он нам с вами сейчас предложит работу, где мы с вами должны будем готовить буррито. Сюда вот так одеваемся. Нам тут объясняют, что к чему. И видите, за это мы с вами получим, если слепим 35 буррито без ошибок, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь бесплатных вещей. Все, нажимаем на кнопочку play, и все, перед нами появляется вот такая картина. Сейчас к нам просто будут подходить люди. Мы должны положить, смотрите, этот просит, чтобы мы положили коричневый рис, черные бобы. Так, далее, потом какой-то бобы какие-то еще одни. Короче, нам нужно успеть, пока конвейер далеко не уехал. Нужно полностью нам с вами разбираться, что где находится. Но это, я думаю, за пару буррит вы успеете сделать. Так, нажимаем на стрелочки. Вперед-назад, лево-вправо. И все, буррито мы приготовили. Игра у нас закончилась. Так, мы за это получаем что? За это мы с вами получаем... Так, сейчас посмотрим, где у нас находятся наши буррито. Все, ребят, я наконец-таки разобралась. Видите, все эти кружочки у нас подсвечиваются, что он просит. Вот, и мы с вами должны улавливать эти сигналы, где эти кружочки находятся. Вот сейчас, видите, я с вами заговорила и забылась, где находится что где. Вот, видите, сейчас мне попросили вот эту белую шнягу положить. Так, теперь наша с вами задача завернуть его, успеть. И все, видите, вверху у нас показывается количество буррито, сколько мы с вами их приготовили. На данный момент я приготовила только три буррито. Ну и все, сейчас давайте я уже с вами не буду болтать, скажу, как я заворачиваю буррито профессионально. Ну и все, ребят, смотрите, я накопила уже наши 35 буррито. Этот раунд, если у вас также уже накоплено, вы можете просто его проиграть и нас с вами сейчас обратно перекинет в лобби. Давайте вернемся. И у нас сейчас с вами должны появиться наши бейджики. Видите, все задания я полностью выполнена. Мы с вами нажимаем на Next и наши бейджики посыпались. Если у вас такой ситуации, как у меня, нету, то есть у вас, к примеру, лагануло что-то и вы эти бейджики не получили, мы с вами заходим в раздел Clothing, вот эти вот, и мы с вами можем нажать на кнопочку Claim. Claim, Claim. А, смотрите, видите, у меня тоже здесь такой баг произошел. А, уже разбаговался прямо на ваших глазах. Смотрите, все, я могу их получить. Если у вас такой вот появился замочек и он у вас не проходит, то вы просто перезаходите в эту игру и снова сюда бежите. Ну что ж, у меня все это произошло автоматизировано, и мы нажимаем на эти кнопочки Claim. Но так как у меня уже бейджики появились в инвентаре, все эти вещи мне автоматически туда упали. Если у вас не так, то просто нажимайте на эти кнопки. Все, надеюсь, вам сейчас все объяснило. Пойдемте примеряться. В общем, ребят, смотрите, я решила зайти к себе в аватар, и эти вещи у себя не обнаружила в инвентаре, поэтому мы с вами еще раз перезаходим в эту игру. Ребят, прогрузились, заходим вот в эти кнопочки и нажимаем на Claim. И видите, снова бейджики к нам сюда в инвентарь уже сыпятся. Надеюсь, теперь вещи уже реальные. То есть, ребята, не обольщайтесь, если вы также выйдете из вот этого квеста, где вы получаете, точнее, делаете буррито, и у вас тоже вот эти бейджики посыпались. Перепроверьте еще раз, действительно ли они у вас упали в инвентарь. Если нет, то просто перезайдите в игру и вот нажмите везде на кнопочки Claim, как и сейчас сделала я. Ну и все, вот теперь уж точно все вещи у меня в инвентаре. Давайте примерим и составим образы. Ну и в общем, ребята, вот так вот все вещи смотрятся на мне, но они так на мне крипово смотрятся, потому что вы сами понимаете, у меня тут такой стиль скина. На вас эти вещи будут смотреться получше. Ну и, конечно, мне очень нравится футболка, то, что она идеально села мне по фигуре. А все остальные вещи тоже классные, просто нужен для них другой скин. Ну что ж, ребятки, а на этом у меня была вся информация для вас на сегодня. И всем большое спасибо за просмотр и то, что досмотрели до конца это видео. Обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok